Два воспитателя в этой группе работает и два социальных работника. Группы, как в детском саду. Яркие игрушки, удобная мебель, много развивающего оборудования. А еще атмосфера, спокойствие и доброты. Такое впечатление производит Коголымский центр реабилитации. Делится гостья из Ноябрьска Ольга Миронова. Девушка на экскурсию в Коголым приехала с семьей. Отличается от нашего города в лучшую сторону тем, что здесь есть реабилитационный центр, пусть даже дневного пребывания. У нас, к сожалению, раньше был реабилитационный центр, но по сечению обстоятельств сменилось руководство и просто как бы сошло на нет. Теперь все инвалиды города Ноябрьска за городом, за пределами округа проходят лечение. То есть вот приходится куда-то ездить, чтобы узнать что-то новенькое. Удивить гостей оказалось несложно. Три этажа в отделении реабилитации, группы, кабинеты, спецоснащение. Все для того, чтобы работать с подопечными по индивидуальным программам. Большой спортивный зал, тренажеры и уютное помещение для галлотерапии. В Нижневартовске, в реабилитационном центре, прям стена из реодированных кирпичиков. Соль на полу, на стенах. Белоснежная пещера понравилась всем. На десерт, бассейн и кедровая бочка. Гостей провели по всем кабинетам отделения. В некоторых наша съемочная группа тоже побывала впервые. Вот, к примеру, это помещение – галлокамера. Святая святых. Здесь проводится специальная терапия. Специалисты не просто поддерживают хорошее самочувствие своих посетителей. Они стараются расширить возможности, раздвинуть рамки. Реабилитация здесь – это тихая гавань и ежечасный труд. А еще постоянный поиск. У вас есть АМУАТОС, ЭЛФКОРПРОФ, вот такое, как видите, корвид, шикарное для ДЦП. Специалисты говорят на понятном им языке. Делятся новинками, последними разработками. Весь смысл поездки – обмен опытом. Увидеть, оценить, посоветовать. Есть такое изобретение по музыкотерапии, по обучению, по развитию детей посредством музыки. Саундбим номер 5. Мы хотим очень это оборудование. Оно стоит более 400 тысяч. Тоже есть у нас такая голубая мечта. Мечтам свойственно сбываться, особенно если превратить их в цель. Так собирается поступить общественница из Ноябрьска, Милеуша Молостова, организатор поездки. У нас нет пока помещения, чтобы создать все устои для наших особых людей. У нас при соцзащите есть реабцентр, но там маленькое помещение, что там развернуться негде. Но здесь все условия. И хочется перенять вот этот опыт. У меня глаза загорелись. У меня, знаете, душа кричит. Я уже хочу у нас в Ноябрьске такое же, чтобы создали. Иногда для достижения цели не хватает импульса, внутреннего стойкого убеждения. Укрепить его помогла эта встреча. Под конец экскурсии – обмен подарками, благодарностями и приглашениями. Ноябрьцы ждут ответного визита. Юлия Фисенко, Евгений Скляров. Специально для новостей. Юлия Фисенко, Евгений Скляров.